Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл нашей передачи о героическом эпосе коровского народа в Малайзии. В предыдущей передаче я рассказывал вам об этом уникальном шедевре устного народного творчества коровского народа. Эпос Моназ состоит в тысячи скотворных троф. По своему объему он значительно превосходит все известные доселе, эпосы, легенды и другие произведения устного народного творчества. Именно поэтому эпос Моназ был включен во всемирный список нематериального и культурного наследия ЮНЕСКО. У нас по эпосу Моназ существует три варианта. Это варианты, записанные от монаши-сказителей Саэхпая Крылаева, Саумаева Рудбакова и нашего соотечественника Китайской народной республики Юсупа Мамая. На основе вот этих трех вариантов я выбрал именно вариант Саумаева Рудбакова. Я на его основе написал пятитонный роман в крови. Вот он перед вашими глазами. Вот сзади на моем фоне тоже эти же книги выставлены. Я это произведение написал сначала на кардинском языке, затем провел его через экспертизу Академии образования при Министерстве образования и науки Кыргызской республики. В настоящее время мое произведение включено в школьную программу по кардинской литературе в качестве дополнительного учебного материала при изучении эпоса Моназа. Затем я перевел свой жертвец на русский язык и также его включил в школьную программу. Для того, чтобы популяризировать эпос Моназ, а мною открыть специальный интернет-сайт epos.com, где я выставил на продажу электронной версии своего романа на кардинском и русском языках. Кроме этого, как вы видите, я уже в течение месяца на своем YouTube-канале рассказываю вам о нашем выпуске, читаю отрывки из своей книги. Но кто хочет еще больше распространить этот эпос, могут мне в этом помочь, потому что я своим русскоязычным видеороликом добавил субтитры на семидесяти языках мира. То есть любой желающий житель планеты сейчас может ознакомиться с нашими героическими эпосами. поэтому у меня к вам просьба передайте всем своим знакомым, друзьям, родственникам об этом видеоролике, чтобы они тоже могли на своем родном языке или на другом удобном языке ознакомиться с монасом. Поэтому делайте репосты, сообщайте им об этом видеоролике, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии о том, что вы хотели узнать и услышать о моей передаче. Это пока все, что я хотел сказать. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Когда Васанху передал просьбу Дюйсанбая, Нискара криво усмехнулся. Мне давно известно, что ты не блещешь умом, насмешиваешь его произнес, но я не думал, кто-то до такой степени дурак. «К чему вы меня оскорбляете?» – побагровил от возраста Васанху. «Ты на меня не прыгай, козел, сквозь зубы, прецедент Нискара, иначе отрублю твою голову и брошу собакам на сиденье. Прошу простить меня, богатырь!» – от ужаса Васанху во отрубленных глазах. «Но я никак не могу понять, почему вы говорите мне такие обидные слова?» «А, давно вот так. Надо было по человеку сказать мне этот вопрос, а не рычать на меня, как собака!» – сердито сказал Нискара. «Прощу прощения за свою оплошность, богатырь!» «На этот раз прощаю тебя, но если ты еще раз прыгнешь на меня, пощады не жди!» «Ты меня понял?» «Понял!» – он ему ответил Васанху. «Это хорошо! А теперь я тебе объясню, почему назвал тебя дураком!» «С тех пор, как мы вышли из родного аила, мы нигде не встретили такого огромного количества скота!» «Правильно?» – «Правильно!» – «А теперь подумай сам!» «У кого из местных крыльцев, кроме Жака, может быть столько живности?» «Правильно!» «Ни у кого!» «Сам ответил на свой вопрос Нискара. «Поэтом тот человек, который обдурил тебя, назвался дешевым баемом, это и есть Жак!» «Но он же назвал себя дешевым баемом!» «Не понял Васанху. Какая ему выгода обмануть нас?» «Эх, дурак!» – сказал приказ Нискара. «Слушаюсь, богатырь, его можно поймать хитростью!» «Получив негонять от Нискары, Масанху отобрал из своего войска 600 усадников и поехал в десамбай, выехавшему на встречу на белогревом коне. «Вы передали мою просьбу своему хану?» – спросил он. «Да». «Что он ответил?» «Нискара согласен выполнить твою просьбу?» «Важно ответил Масанху. Если ты найдешь Манас и поймаешь его для нас, мы не угоним твоих лошадей, не ограбим твое имущество!» «Разве в твоем таком большом возрасте нет людей, которые знают тысячные горы и могут повезти вас в Куртес, Манасу?» «Какую тебе до этого дела?» – рассердился Масанху. «Твоя обязанность – поймать Манаса, иначе мы отберем твоих лошадей!» «Даже если вы в полночь разгромите мой Аил, я не смогу исполнить вашу просьбу!» – хмурый ответил Лисамбай. «Почему?» «Я не смогу идти против Манаса, ибо, боюсь его, у меня нет духа, чтобы поймать его, и нет сил, чтобы пригнать его!» «Ты почему отказываешься помочь нам?» «Хамиш!» – засерепел Басанху. «Лучше иди ко мне!» «Идите к своему хану, передайте ему мои слова!» – опасливо ответил Лисамбай. «То, что хотели забрать из лошадей, уже забрали!» «Иди ко мне!» – снова потребовал Басанху. «Вы что прицепились ко мне?» «Требуя подойти к вам!» податчиком спросил Лисамбай, и, испугавшись, просился к своим. «Чтобы его поймать, Басанху погнался за ним. Выручая Лисамбая, его односельчанин Тано вышел на середину дороги и выстрелил из лука. Басанху, которому стрела попала в горно, с хрипом упал на землю, и тут же и спустил дух. Увидев это, Искара чрезвычайно обозлился. «Воина!» «В атаку!» громогласно крикнул. «Две тысячи воинов и шести тысячи мгновенно бросились в атаку. Шестьсот воинов Лисамбая поставили пушки Еврудия в ряд, выстрелили, встретили врага. Испуганные воины Искары попятились назад. Искара, разгневанные этим, бросил в атаку всё своё войско. Не удержив мощного насть многочисленного врага, воины Лисамбая оставили родное им и стали влогаться в сторону горы. Войска, нескара, с шумом и криками вошли в оставшуюся без защиты Аилы. Вооружёнными длинными копьями, острыми мечами, воины стали хватать девушек молодых, крабить и мучить, драться за них. Они громко спорили друг другом о том, кто взял больше добычи. Напуганные женщины начали громко плакать, а дети орали на взрыв. Те, кто успел усказать, прятались в ущельях обрывы, избирались на вершину горы. Бросившись за ними в погоню войска Искары, убили около пятидесять человек, взяли богатые в добычу и очень от них обрадовались. Когда стемнело, они возвратились в воин, зарезали тучным буковом и всю ночь пировали ранную победу. На следующий день захватил с собой сто тридцать пятнадцать летних девушек, двести красивых молодых, заставив парад перблюдов, реветь ослов, мучать коров, блеять овец, ржать лошадей, привязав людей, погонять впереди себя скот, войско Калмаков отправилось по большой дороге, чтобы поймать монастыр. Когда они достигли равнина, расположен конца Апкия, где выносили разноцветные цветы и росли высокие травы, Искара дал команду на привал. Чтобы разузнать, где находится Кардюза, он из своего войска выделил две тысячи человек, разделив по пятьсот, Искара на все четыре стороны отправили их на разведку. Услышав о приближении Искары, Жарков начал готовиться к встрече врага. Он сообщил соседним народам о страшной беде и попросил у них помощи. Узнав от разведчиков о том, что войско Калмаков отдыхают на Апкии, монастыр осознавал Апкулу. Взяв белое копье, вместе с собранными из ближайших районов шестистами воинами, по Японевым перевалу он вышел на встречу Искаре. На узком перевале Апкии, где с вершины горы непрерывно катились мелкие камушки, монастыр развернул свое войско. Он затем приказал на удобных позициях разместить пушки. Когда враги приблизились, метками выстреленными из них и огромных ружей, карганы стали громить врага, поднимая дым коронавством. Когда они заперли дорогу, 6400 калмаковских воинов переполошились и вынуждены были остановиться. После начала сражения в полдень на помощь карганам пришли около 9000 воинов, алтайских казахов Айдарканов, сына Камбары, Карабека и Знайманов. «Сколько у нас теперь воинов?» – спросил несказанно обратно таким приятным известием Жак Монасов. «Совралось всего 9500 воинов из окрестных племен кордезов, казахов, калмаков и монголов», – ответил Монасов. «Это здорово, что соседние народы забыли распри и объединились против общего врага». Правильно! Все поняли, что если не объединиться, нескара перебьет всех поодиночку, кто отделит, того волки сидят. Пришло время всем быть вместе. В это время, ошарашенный нескара, не зная, как победить кордезов, глубоко задумался. Затем он возил свой желтый шатер, расположен на зеленом холме, рослого, смуглого, вкуластого богатыря Кудона. «Как ты думаешь, пришло ли время для повторной атаки?» – просил у него нескара. «Помоему, можно начинать стражение?» – ответил Кудон. «Да, можно. Но, глядись, кордезы собрали всех соседей, увеличили свою армию. Если сейчас в кризисе наступлений погибнет немало войн, пройдет много крови, при этом мы не можем удачить главную цель – пленение Манаса. Надо придумать какую-нибудь военную хитрость против кардезов. Какую именно? Скажите, я все выполню. Если сумеем каким-нибудь образом выменить Манаса за пределы войска, мы легко можем убить его. Я понял вас. Но как нам осуществить это?» – «Пока не знаю. Задумчиво ответить нескара. Но я обязательно придумаю такую уловку». Не успел Кудон ответить, повелитель, как возник Шумга. Обеспокоен этим, он поскакал коем и через некоторое время вернуться обратно. «Ну и хан», – сказал допыхавшийся Кудон. «Войска Манаса спустились с вершин гор на низину и расположились напротив нас. Каковы будут ваши указания?» «Жаль», – огорченно покачал головой нескара. «Мы не успели применить против Манаса военные хитрости. Чего не поделаешь?» «Тогда передайте Кудон, не нарушая воинских обытий. Пусть выстоит на одиночный бой своего богатыря. От нас на поединок выйдет богатырь. Дам-дам!» «Слушает мой хан», – ответил Кудон, и отправил Кудон из того. «От нас на бой выйдет богатырь. Нос», – дал ответ Манас. «По приказу начальника оба войска отступили назад и посередине оставили широкое пространство, чтобы богатыри могли беспрепятственно помериться с силами. Роу, мощным телосложением, желтолицей дандан, поигрывая копьем шесть лаптей, вырвался на середину Майдана, горцуя на своем коне у Ларгоса. Китайцы, подбадривая своего бойца, стали выкрикивать его имя, подняли вой до небесы. От этого богатырь еще больше распорился, стал громогласно кричать, «Каким бы ты ни был молодцем, я не дам тебе спуску!» От кыргызов на Майдан вышел средний рост и крепкое телосложение смогла богатая Кунос. «Не спеши, Китай!» скрикнул он дандану. «Поспешишь, людей насмешишь!» Кыргызы громко расхотались, издеваясь словом Куноса. Сбешенный этим, Китайц закричал, «Что есть мочи?» бросились копьем на Кыргызы. Кунос лёгкость отбил удар, после чего между богатырями разгорелся жаркий бой. Они сражались из-за всех сил на копьях, в дубинках, но не смогла дали тропуга. Когда богатели начали борьбу на лошадях, обе стороны громкими криками встали их под водой. Через два часа после начала поединка богатыри здорово устали. Они, обливаясь потом под палящим лучами жаркого солнца, покрылись серой пылью. «Этот китайец Яву из Каселёва», подумал про себя, «В против такого великана надо применить какую-нибудь уловку, иначе его нипочём не одолеешь». Дандан так же подостоин оттянул силу соперника. Глядя на Харгызы, «Я сперва рассчитывал слёпкость расправиться с ним», своё очередь подумал китайец. «Но вышло иначе, хотя он ниже меня ростом, но ничем не уступает по силе». Через некоторое время, изловчившись, Дандан вырвал врага из седла, покрутил его воски, и бросил вниз. Крыз грохнулся на землю, подняв облако пыли, истекая алой кровью, вновь с удивленным видом отдал Богу душу. «Я зарезал могучие великаны и подшранил крызы», – воодушевлённо заорал китайец. Сам его храброго прикончил, «Холмаков отсиротел, меня зовут Дандан, кто хочет своей погибли, отходи смело, просим милости к нам». Довольны его словами, китайцы громко расхатались, стали издеваться над храброзами. Монахст, наблюдавший за поединками своего красного шатра, установленного на зелёном холме, видневшего за рядового воина, расстроился из-за обилия куноса, горестно покачал головой. «Смотри, как китайцы громко, не издеваются над нами!» Артестановна подумала, «Видимо, считает, что полностью одолели нас в их куноса». «Нет, дорогие мои, это не так. Мы прикончим вашего холённого воина. Кого же мне теперь отправить на войну?» Монахст задумчиво взглядом осмотрел стоявших рядом с другом воинах, но не успел он принять какого-либо решения, как не знал из рядов войск грылся высокого роста, красного черноволоса, крепкого тела сложения кукчевы, разожжённо кричал, «Айдаркан! Айдаркан!» Он пообщался на коне китайцев, увидев сына. Айдаркан, стоявший рядом с Монахстан, пришёл в неописуемую лужу. Из-за своей молодости и глупости, кукчев, видимо, вознамерился сражаться с беспощадным калмаком, силами с ревозным сном. «Пока сын не погиб, надо остановить его, мой хан!» «Думаешь, он не справится с калмаком?» «Чем невероятно сходил общего?» «Что с отцом?» «Разозжённо подумал!» «Я ему что, младенец или хлюк, который не может кого одолеть?» «Отец, почему ты меня остановил?» «Спросил московое разложение кукчевы. «Почему опозорил меня среди всего честного народа?» «Ой, сынок, не говори так!» «Иначе он убьёт тебя!» «Богатырь, с такой лёгкой, все одолевшей куноса, оторвёт тебе башку, как птенчик!» «У виду весь мугунный вид отца, вообще растерялся!» «Папа прав!» «У носку сильным человеком!» «Я ни разу не смог его победить, хотя столько раз боролся с ним!» «А этот калмак вырвал из седла бросил на землю, как дебетейку!» «Ладно, отец!» «Связал с архивного человека!» «Не буду сказать с дам-дамом!» «Ну, если я не выйду на поединку!» «Кто защитит наш мир?» «Я!» «Вы!» «Не шутите, отец!» «Вы старый человек!» «Девушка вам со мной с таким могучим молодым калмаком!» Вот! Уважаемые товарищи! Наше время подходит к концу! Я желаю вам всего наилучшего! До свидания! До новых встреч! До свидания!